Привет всем любителям истории! Сегодня мы окунемся в одну из самых увлекательных и влиятельных культур древнего мира – трипольскую культуру. Происходящее от мизинской культуры, трипольцы сыграли решающую роль в формировании индоевропейских народов. Заинтригованы? Давайте разгадаем эту древнюю тайну. Итак, кто же такие трипольцы? Они процветали в период между 50-й и 500-й и 2750-й годами до нашей эры на территории нынешней Украины, Молдавии и Румынии. Эта культура известна своей потрясающей керамикой, передовыми методами ведения сельского хозяйства и загадочными мегапоселениями, в которых проживали тысячи людей. Представьте себе цивилизация, которая возникла раньше египетских пирамид, но при этом сумела построить одни из крупнейших поселений своего времени. Почему же трипольская культура так важна? Дело в том, что их инновации заложили основу для многих индоевропейских обществ. Они были первопроходцами в земледелии, животноводстве и даже в ранних формах городского планирования. Их влияние распространилось на обширные территории, формируя культурные и технологические ландшафты Европы и других регионов. Одним из самых увлекательных аспектов трипольской культуры является их впечатляющая керамика. Эта керамика была не просто функциональной, она была произведением искусства с замысловатыми узорами и орнаментами. Некоторые ученые предполагают, что эти узоры могут быть ранними формами символической коммуникации, возможно, даже протописьмом. Только подумайте, эти древние мастера, возможно, закладывали основу для письменного языка. Но и это еще не все. Трипольцы имели глубокую связь с природой, что проявлялось в их духовных практиках и ритуалах. Они почитали мир природы, уделяя особое внимание плодородию и циклам жизни и смерти. Это уважение к природе передавалось из поколения в поколение, влияя на более поздние индоевропейские мифологии и религиозные практики. Итак, в следующий раз, когда вы будете думать о древних культурах, вспомните о трипольцах. Они были не просто сноской в истории, они были краеугольным камнем в развитии человеческой цивилизации. Кто знает, какие еще секреты может хранить эта древняя культура? Спасибо, что были с нами. Если вам понравилось это глубокое погружение в историю, не забудьте поставить лайк, подписаться и нажать на колокольчик уведомлений, чтобы получать еще больше интересного контента. До следующего раза продолжайте исследовать прошлое, чтобы понять настоящее. Бескрайняя Евразийская степь, царство бескрайнего неба и шелестящей травы на протяжении тысячелетий была тиглем империи. Из ее сердца вышел воинственный народ, известные истории как Сарматы. Их история, однако, начинается не с них. Мы должны сначала оглянуться назад на их предков, загадочных кемерийцев. Эти свирепые всадники, окутанные туманами времени, когда-то властвовали над Понтийской степью. Кемерийцы, хотя их происхождение остается загадкой, оставили неизгладимый след в регионе. Известные своим конным мастерством и воинской доблестью, они столкнулись с могущественной Ассирийской империей, оставив свой след в древних летописях. Однако их правлению не суждено было длиться вечно. С востока поднялась новая сила, жаждущая земли и господства – скифы. Когда скифский вал прокатился по степям, кемерийцы были отброшены назад, и их могущество пошло на убыль. Но дух кемерийцев, их воинственный дух и глубокая связь с землей будут жить. Они не были просто побеждены, они были поглощены, их родословные и традиции вплетены в ткань зарождающегося скифского царства. Этот сплав культур, кемерийского упорства и скифских амбиций станет той основой, на которой поднимется сарматский народ. Их история – история борьбы, господства и, в конечном счете, трагедии – является ярким напоминанием о приливах и отливах империй, о взлете и падении даже самых могущественных воинов. Скифы – кочевой народ, обладавший удивительным конным мастерством и военной мощью, ворвались с востока, как вихрь. Они были мастерами конной войны, их жизнь была неразрывно связана с ритмом степени. Их стрелы, пущенные с лошади с убийственной точностью, стали легендой. Они были силой, которой мало кто мог противостоять. Создавая свое господство, скифы сталкивались с мозаикой культур и народов. Среди них были и потомки кемерийцев, которые не были полностью уничтожены. Эти опытные воины, разделявшие скифами кочевое наследие, нашли свое место в новом порядке. Они были интегрированы в ткань скифского общества, их роды слились, их судьбы переплелись. Этот сплав кемерийских и скифских кровей, закаленный в огне завоеваний и выживания, породил особую культурную идентичность – сарматов. Они унаследовали от скифов мастерство верховой езды, их жизнь вращалась вокруг табунов, лошадей и стремления к воинской славе. Однако и в них горел неукротимый дух кемерийцев, глубокая связь с землей и яростная независимость. Эта новая сила в степи, рожденная из пекла старой, недолго оставалась единой. Внутренние распри, этот общий мотив, безстрой ткани империи, вскоре приведут к расколу сарматов на фракции, что положит начало столетиям сотрудничества и конфликтов. Просторы степи, будучи источником свободы и изобилия, могли также порождать и рознь. Так случилось и с сарматами. Хотя их связывали кровные узы и традиции, жажда власти и изменчивые течения племенной политики привели к их расколу на две доминирующие ветви аорсов и роксоланов. Аорсы, название которых, как полагают, происходит от слова «белый», обосновались в восточных пределах сарматских территорий. Они славились своим верховым мастерством, их жизнь была подчинена ритмам степи, а движения были плавными и непредсказуемыми, как ветер. Роксоланы же, чье имя, возможно, означало «сияющий свет», занимали западные районы, ближе к римскому миру. Их воины, закованные в чешуйчатые доспехи, представляли собой грозное зрелище на поле битвы. Они были известны своей свирепостью и мастерством ближнего боя. Их копья и мечи жаждали сражений. Несмотря на общее происхождение, аорсы и роксоланы не всегда были союзниками. Они соперничали за ресурсы, за пастбище и за господство в степях. Однако их соперничество не было постоянной враждой. Время от времени они объединяли силы, понимая, что их истинная сила заключается в единстве перед лицом внешней угрозы. Эти сложные отношения, сотканные из нитей братства и соперничества, будут определять судьбу сарматов на протяжении многих поколений. Их история не является чем-то необычным в аналах истории. Она напоминает нам о том, что даже самые крепкие родственные связи могут быть испытаны соблазном власти и постоянной борьбой за выживание. Евразийская степь, бескрайний простор, раскинувшийся от Восточной Европы до Монголии, на протяжении всей истории служила ареной для бесчисленных миграций и борьбы за власть. Среди множества кочевых племен, пересекавших эти земли, кемерийцы выделяются как ранние пионеры конной войны и культурного обмена. Рассветшие около IX века до н.э., эти свирепые воины оставили неизгладимый след в регионе, заложив основу для подъема более поздних кочевых империй. Происхождение кемерийцев остается окутанным тайной, но их влияние на древний мир неоспоримое. Данные свидетельствуют о том, что они взаимодействовали с могущественной Ассирийской империей и участвовали в конфликтах, которые изменили политический ландшафт Ближнего Востока. Их мастерское владение верховой ездой и конной стрельбой из лука давало им решающее преимущество в бою, позволяя контролировать обширные территории и проецировать свою мощь на оседлое население. Однако господство кемерийцев не должно было длиться вечно. Примерно в VII веке до н.э. с Востока пришла новая сила Скифы. Эти искусные воины, возможно, родственные ранним кемерийцам, постепенно вытеснили своих предшественников, унаследовав их конные традиции и установив собственное господство над степями. Скифы со своими замысловатыми золотыми изделиями, сложными погребальными курганами, известными как курганы, и устрашающей репутацией, станут синонимом кочевого образа жизни и сыграют ключевую роль в формировании судеб окружающих цивилизаций. С упадком скифов в III веке до н.э. из восточных степей появилась новая сила Сарматы. Как и их предшественники, они были искусными ноздами и свирепыми воинами, вооруженными длинными пиками и одетыми в чешуйчатые доспехи. Сарматы создали обширную империю, простиравшуюся от Черного до Аральского моря, и на протяжении веков были доминирующей силой в регионе. Однако Сарматская конфедерация не была монолитным образованием. Она состояла из различных племен, каждая со своими обычаями и чаями. Со временем внутренние разногласия и внешнее давление привели к раздроблению Сарматии. Эта раздробленность привела к появлению отдельных сарматских групп, в том числе аорсов и раксаланов, которые сыграют важную роль в предстоящих веках. Аорсы занимали территории к северу от Черного моря, в то время как раксаланы мигрировали на запад, поселившись на землях, которые сейчас являются частями Украины и Румынии. Несмотря на общее наследие, эти две группы оказались на разных траекториях, их судьбы были связаны с амбициями соседних империй и неумолимым ходом истории. Сцена была подготовлена к столкновению, которое будет иметь глубокие последствия для будущего Восточной Европы. Перфо век нашей эры стал периодом интенсивных конфликтов и потрясений в Восточной Европе, где различные германские и славянские племена боролись за господство. Среди них грозной силой стали готы, под предводительством своего амбициозного короля Германариха. Германарих лелеял мечту объединить германские племена и создать обширную империю, что привело его к прямому конфликту с аорсами, которые стояли у него на пути. Аорсы, которыми правил царь Бус, были гордым и могущественным народом, решившим защищать свои земли и независимость. Конфликт между Бусом и Германарихом перерос в полномасштабную войну – столкновение титанов, которое решило судьбу обоих народов. Война между аорсами и готами была жестокой и затяжной, отмеченной кровопролитными сражениями и сменой союзов. Несмотря на отважное сопротивление, аорсы, в конце концов, поддались неумолимому натиску готов. Царь Бус был убит, аорское государство было разгромлено, его остатки поглощены растущим готским владычеством. Разгром аорсов стал поворотным моментом в истории региона, открыв путь к возвышению роксоланов, которые унаследуют мантию лидерства среди сарматских племен. Раздел 4. Династия роксоланов Аттила и вершина славянского могущества. Разгром аорсов оставил вакуум власти в степях, которые поспешили заполнить роксоланы под предводительством своих амбициозных вождей. Роксоланы, мигрировавшие на запад, оказались в стратегически выгодном положении, чтобы воспользоваться сменой расстановки сил в регионе. Они поглотили остатки разгромленных аорсов, укрепили свою власть над степями и создали новую империю, которая достигнет своего зенита при легендарном Аттиле. Аттила, вступивший на престол в 434 году н.э., унаследовал могущественное царство и наследие воинской доблести. Блестящий стратег и безжалостный завоеватель, Аттила объединил разрозненные гуннские племена и развязал террор в Европе, заслужив грозное прозвище «Бич Божий». Его империя простиралась от реки Рейн до Каспийского моря, охватывая обширную территорию и вселяя страх в сердца как римлян, так и варвары. Правление Аттилы ознаменовало собой вершину господства Роксолана. Его военные походы, включая разрушительное вторжение в Западную Римскую империю в 452 году н.э. потрясли основы античного мира. Хотя империя Аттилы была недолговечной и распалась вскоре после его смерти в 453 году н.э., его наследие продолжало находить отклик на протяжении всей истории, формируя судьбы будущих империй и влияя на ход европейской цивилизации. Анналы Ксантена, собрания исторических записей королингской эпохи, дают ценные сведения о бурных событиях IX века. Эти анналы, составленные монахами в аббатстве Ксантен, предлагают заглянуть в мир набегов викингов, политических интриг и возвышения влиятельных фигур, таких как Рерик Ютландский. Они служат важнейшим источником для понимания сложных отношений между викингами и империей каролингов. Анналы рассказывают как о разрушительных набегах, так и о стратегических союзах, которые характеризовали эту эпоху. Записи в анналах Ксантена часто краткие и фактологические, фокусирующиеся на ключевых событиях и личностях. Им не хватает литературных изысков, встречающихся в более поздних хрониках, но их лаконичный стиль передает ощущение непосредственности и достоверности. В анналах Рерик упоминается несколько раз, что подчеркивает его значимость в политическом и военном ландшафте того времени. Эти записи проливают свет на действия и мотивы Рерика, позволяя нам собрать воедино историю этого загадочного вождя викингов. Рерик, фигура, окутанная тайной, появляется на страницах истории, как выдающийся вождь викингов IX века. Его происхождение связано с Ютландией, полуостровом в современной Дании, регионом, известным своими свирепыми мореходами-воинами. Хотя его точное происхождение остается неизвестным, ясно, что Рерик командовал значительным числом воинов и обладал хитростью и амбициями, чтобы ориентироваться в бурных водах политики викингов. Он понимал силу союзов и не боялся вести переговоры со своими врагами для достижения своих целей. Имя Рерика, вероятно, скандинавский вариант имени Родерик, предполагает связь с правящей элитой того времени. Его часто связывают с легендарным датским королем Харальдом Клаком, возможно, как родственника или близкого союзника. Эта связь дала бы Рерику доступ к ресурсам и воинам, позволив ему начать амбициозные экспедиции через Северное море. Ранняя жизнь Рерика и события, которые привели его к высокому положению, остаются в значительной степени неизвестными, что добавляет загадочности этому вождю викингов. В 834 году Рерик и его флот обрушились на Дорестат, процветающий торговый центр Франкской империи. Этот набег, ярко описанный в аналах Ксантена, продемонстрировал безжалостность викингов и их способность наносить удары в самое сердце Каролингского королевства. Дорестат, расположенный в дельте реки Рейн, служил жизненно важным центром торговли, связывающим Северное море с остальной Европой. Его склады были заполнены товарами из дальних стран, что делало его неотразимой целью для викингов, искавших богатства и добычи. Викинги под командованием Рерика штурмовали город, сокрушив его оборону и посеяв хаос среди его жителей. Они разграбили его богатство, предали огню здания и оставили после себя след разрушений. Разорение Дорестада потрясло Франкскую империю, обнажив уязвимость ее границ и растущую угрозу со стороны викингов. Это также укрепило репутацию Рерика как грозного военачальника, способного бросить вызов мощи каролингов. Рерик и Франки сложные отношения Отношения Рерика с Франками были сложными и часто противоречивыми, характеризующимися как конфликтом, так и сотрудничеством. Он признавал стратегическое преимущество сохранения Плацдарма во Франкской империи, даже продолжая совершать набеги на ее окраины. Этот прагматичный подход, типичный для вождей викингов того времени, позволил Рерику получить ценные ресурсы и влияние, одновременно сдерживая своих врагов. Он понимал важность стравливания различных фракций друг с другом для достижения своих собственных целей. В 841 году Рерик присягнул на верность Людовику Благочестивому, императору Франков, надеясь получить контроль над фрисскими землями. Этот союз, однако, оказался недолгим, поскольку Людовик вскоре умер, погрузив империю в пучину гражданской войны. Рерик воспользовался этой возможностью, чтобы вновь заявить о своей независимости, начав новые набеги на территории Франков. Его действия продемонстрировали изменчивость верности викингов и их готовность использовать любую слабость Каролингского королевства. Раздел 5. Король Датчан. Неоднозначный титул Рерика. Титул короля Датчан, часто приписываемый Рерику, требует внимательного рассмотрения. В то время как некоторые источники называют его таковым, маловероятно, что он когда-либо обладал бесспорным контролем над всей Данией. Политический ландшафт Скандинавии в этот период был раздроблен. Различные вожди и короли боролись за власть. Власть Рерика, вероятно, распространялась на Ютландию и часть Фрисландии, но его влияние на другие датские территории оставалось ограниченным. Неоднозначность, окружающая титул Рерика, отражает децентрализованный характер королевской власти викингов. В отличие от централизованных монархий более поздних веков, короли викингов черпали свою власть из личной харизмы, военного мастерства и преданности своих последователей. Их власть часто носила региональный характер и постоянно подвергалась сомнению со стороны соперников. В этом контексте титул Рерика «Король датчан» вероятно, означает его статус могущественного военачальника и влиятельной фигуры в датской политике, а не претензию на абсолютную власть над всеми датчанами. Сегодня мы перенесемся в 840-й год, в эпоху, когда волны потрясений прокатились по Северной Европе. Верденский договор 843 года, разделивший империю между братьями, сулил императору Лотарю долгожданный покой. Освободившись от союза с варягами, обосновавшимися в Дористаде, он, казалось, мог вздохнуть свободно. Однако судьба распорядилась иначе. Лотарь не отличался верностью своему слову. В 844 году он совершил вероломный поступок, перевернувший ход истории. Рерик и его дядя Харальд, предводители варягов, полагались на Лотаря. В его лице они видели не только союзника, но и покровителя. Но Лотарь узрел в них соперников. Мощь варягов росла, их влияние ширилось, превращаясь в угрозу. И вот в один из дней 864 года по приказу Лотаря, Рерика и Харальда схватили и бросили в темницу. Такого поворота событий никто не ожидал. Для варягов это стало настоящим потрясением. Харальд, прославленный мудростью и отвагой, вскоре скончался в заточении. Хотя иные источники утверждают, что он дожил до 853 года, точная дата его кончины остается загадкой. Но бесспорно одно предательство Лотаря нанесло ему тяжкий удар. Рерик же, вопреки всем невзгодам, сумел выстоять. Его дух не был сломлен, и даже в неволе он продолжал борьбу. История сохранила память о таких людях, как Рерик, чья стойкость и преданность своему народу стали примером. Своими действиями Лотарь лишь усугубил недоверие к себе. Его вероломство стало олицетворением коварства и предательства. Этот исторический эпизод напоминает нам, как легко разрушить доверие, и к чему может привести подобное безрассудство. На этом, друзья, наше повествование подходит к концу. Если вам понравилось видео, не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. До новых встреч в потоке истории. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok